Как сообщили представители департаментов образования и внутренней политики, Брянская область в последние годы уверенно входит в число лучших по количеству реализуемых молодежных проектов. Минувший 2018 год волонтера Брянщина завершила в топ-30 самых активных регионов страны. Был создан региональный центр развития добровольчества, который прошел уже адаптацию, становление своей деятельности и развивается. Сегодня в добровольческом движении принимают участие более 35 тысяч участников. Сегодня мы на уровне Российской Федерации в числе лидеров в плане развития юно-армейского движения. Хорошим подспорьем в патриотическом воспитании стало проведение в Брянской области полномасштабного тестирования Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». Сейчас в регионе действует более 30 центров тестирования. Только в 2018-м различные знаки отличия получили более 5 тысяч жителей Брянской области. У нас достаточно сильные позиции, и мы наращиваем в обличении сдачи ГТО не только школьников дошкольного возраста, молодежи, но и сейчас становится вопрос, это уже, как вы слышали, 60+. Поэтому этот вопрос у нас на контроле. Вернулись депутаты и к вопросу многострадального стадиона «Снежить» в Карачеве, строительство которого находится на особым контроле у парламентариев уже не первый год. Спортивный комплекс по различным причинам не могут достроить с 2012 года. Комиссия не принимала их, по качеству не принимала. А если не принимаешь по качеству, это все через суды. Поэтому слишком сильно затянулось. И вот сегодня, буквально вы опять слышали, Галина Николаевна сказала, что 33 миллиона выделено, и до декабря 2019 года стадион «Снежить» в Карачеве будет достроен. Также депутаты обсудили перспективы развития физической культуры и спорта в областном центре и возможность обеспечения крупных спортивных школ Брянска собственными медицинскими кабинетами. Дмитрий Кузнецов, Игорь Венчук. События. Брянск.